Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о неукровных сортах винограда. Посоветуйте какой-нибудь неукровной сорт, максимальный, неприхотливый. Это наиболее частый запрос, который я встречаю на различных тематических форумах, в различных тематических сообществах, ну и в принципе сама с ним тоже часто сталкиваюсь. И вот сегодня мы с вами поговорим, что же такое неукровные сорта, насколько они приемлемы в их выращивании на территории Белоруссии, ну и в принципе в средней полосе. Что же такое неукровные сорта винограда? На самом деле, ну такого определения в общем-то и нету. Это некое что-то придуманное, эфемерное. Существует понятие укровной и неукровной культуры винограда, то есть способ возделывания. Например, любой сорт во Франции, он будет неукровным, какой бы он ни был, даже с самой низкой морозостойкостью. И где-нибудь на севере любой сорт, в общем-то, даже самый-самый морозостойкий, будет укровным. То есть есть культура, есть способ возделывания. Немножко коснемся промышленного возделывания винограда. На территории бывшего СССР старая граница виноградарства проходила на 48-й параллели. В дальнейшем, в связи с выведением мичуриным более морозостойких сортов, в связи с введением виноградарства вот этой самой укровной культуры, эти границы расширились. На европейской части до 53-й параллели, на азиатской части до 52-й. Напомню, что Беларусь находится приблизительно на 54-й, вместе с чем виноград у нас растет. Но мы идем дальше. Значит, если нет термина неукровная культура винограда, неукровные сорта винограда, то на что мы можем опираться? На какие характеристики, выбирая вот этот самый способ возделывания, способ вращивания винограда? Есть такое понятие, как морозостойкость. Морозостойкость – это характеристика сорта, и морозостойкость – это способность виноградной лозы выдерживать кратковременное понижение температуры до предельного уровня с минимальным повреждением почек, либо вообще без повреждения. При этом считаются относительно морозостойкие сорта, у которых вот эта цифра в характеристиках – минус 23, минус 24, и повышенная морозостойкость – это минус 25 и ниже. Собственно, сорта с вот этой самой повышенной морозостойкостью от минус 25 и считаются якобы неукровными. Но дело в том, что это предельные температуры. Есть еще другое понятие – зимостойкость. И зимостойкость определить на самом деле невозможно, потому что зависит эта самая зимостойкость от большого-большого количества факторов. От того, как куст подготовился к зиме, от того, как мы его кормили, либо не кормили, от того, как вызрела лоза, от различных погодных условий, от того же времени воздействия неблагоприятного фактора. То есть понимаем, есть кратковременное понижение, один раз температура опустилась, например, до минус 23, минус 24, либо такой мороз стоял неделю-две. То есть вариантов очень-очень много, и цифра, которую мы видим в характеристике сорта, это, скажем так, максимальная цифра, но на самом деле зачастую она нереальна. И по факту морозостойкость сорта окажется гораздо ниже. Ну а теперь давайте с вами еще посмотрим, что еще может влиять на эту самую зимостойкость. У виноградной лозы есть две фазы покоя. Покой физиологический и покой вынужденный. В фазе физиологического покоя виноградная лоза обладает большей зимостойкостью, фазой вынужденного покоя меньшей. Как правило, фаза вынужденного покоя наступает приблизительно в середине января. Сейчас мы с вами перейдем к климатическим условиям Беларуси. Я вам покажу некоторые данные по зимам за последние годы. И вот тогда обращу ваше внимание как раз-таки на эти фазы покоя, потому что это будет важно. В этой таблице я подобрала данные по средним зимним температурам по каждому из зимних месяцев. Декабрь здесь указан, декабрь предыдущего года. И данные эти с 1980 года, то есть за последние 40 лет. Мы все время слышим, что вот глобальное потепление, зимы стали теплее. Ну, на самом деле, так ли это? Да, у нас был период с 1990 года по 1994, когда зимы были гораздо теплее климатической нормы. Климатическая норма внизу указана. Для декабря это минус 3,4, для января и февраля где-то минус 4,5 градусов, минус 4,4. Потом с 1996 года у нас пошел достаточно холодный декабрь, но январь и февраль так более-менее. Вот в 1996 году была не очень хорошая зима. И мы теперь переходим к годам к 2000. Даже можно брать данные с 2010 года. Смотрите, 2010 год, у нас холодный декабрь, чуть ниже климатической нормы и очень холодный январь. Норма 4,5, в реальности минус 11,1. Напоминаю, что период вынужденного покоя у виноградной лозы начинается где-то с середины января. Идем дальше. 2011 год, у нас холодный декабрь, более-менее нормальный январь. И холодный февраль. Дальше 2012 год, у нас в феврале опять холодный, он опять ниже климатической нормы. Дальше 2013 год, у нас декабрь, январь холодный. Ну, февраль дальше идет более-менее тепленький. И, в общем-то, неплохая зима у нас в 2015 году, в 2016, в 2017, так себе. Но мы потом еще другие цифры посмотрим. И да, зима 2020 года нас, конечно, очень сильно разбаловала. Она была совсем такая тепленькая. А теперь давайте с вами посмотрим еще одну таблицу. Теперь давайте с вами посмотрим температурные минимумы. Здесь данные с 1999 года. Ну, тоже можно рассматривать как бы последние 10 лет. Значит, смотрите, 2010 год. У нас температура в январе, самая низкая была минус 21,9. В принципе, ну, помним, да, что у нас, конечно, есть отправная точка 25. Ну, там еще многие факторы сказываются. То есть я считаю, что когда уже ниже 20, уже могут быть какие-то проблемы. Значит, у нас такой 2010 год. 2011 у нас такой февраль. 2012 у нас опять февраль, минус 22,2. 2013 у нас январь, минус 20. 2014 у нас январь, минус 23. А теперь смотрим дальше. 2017 у нас январь, минус 25,1. То есть уже те сорта, у которых характеристика даже минус 25, с учетом всех факторов, которые я вам назвала, уже они будут подвержены повреждениям. Более того, эти данные по метеостанции в городе Минске, то есть это город, который тоже дает некоторое повышение температуры за городом. Соответственно, температура может быть еще ниже. Кстати, я вам много раз рассказывала, что одну зиму мы оставили наши лозы на шпальерах, они достаточно сильно подмерзли, и Агат Донской тогда вымер с ровно корня, хотя это был большой взрослый куст уже с достаточным запасом старой древесины. Я не помню точно, когда это было, но могу предположить, что это мог быть как раз-таки вот этот 2017 год с температурой в январе, минимальный минус 25,1. Ну, смотрим, конечно, 2020 год нас побаловал, да, но зима 2021 года тоже минус 24 январь, минус 21 февраль. То есть, как видим, наши зимы не такие уже и мягкие, как нам кажется. Еще одна табличка, которую я вам хотела показать, это регионы промышленного виноградарства, где виноград выращивается в укрывной культуре. Да, данные старые, данные взяты из книжки 1951 года, но тем не менее, посмотрите, и в Молдове, и частично в Азербайджане, и в Ставрополе, и в Ростове, который гораздо южнее, чем Беларусь, виноград выращивался в укрывной культуре. Конечно, с тех пор прошло много времени, было выведено большое количество новых сортов, в том числе и с повышенной морозостойкостью. Но мы помним, что морозостойкость и зимостойкость, то есть реальная способность виноградной лозы переносить зиму, это два понятия очень-очень разных. Кроме того, если мы вернемся в начало, основное пожелание, чтобы с одной стороны не укрывной, а с другой стороны поменьше ухаживать. Вот так точно не получится, потому что именно от того, как вы будете ухаживать за виноградным кустом, и зависит то, как он будет готов к зиме, и то, как он эту зиму перенесет. И я вам показала реальные цифры, что на самом деле довольно часто, раз в несколько лет, в Беларуси точно бывает зима, которая может очень сильно повредить виноградные лозы, даже самую устойчивую. В настоящее время сорта, обладающие наиболее морозостойкостью, это сорта американской селекции. Да, там можно встретить цифру и минус 34, и минус 39, но мы помним, что первое, это уход, то, как мы ухаживали за нашими лозами, а второе, само качество зимы. Важно, чтобы зима была стабильной. Хорошо вот эта зима, снег пришел на теплую землю, укрыл ее хорошим ковром, да, потом пришли морозики, то есть все как положено. А если все время такие вот качели плюс-минус, плюс-минус, что, кстати, очень часто бывает, если малый снежный покров или его нет совсем, то это тоже будет очень сильно снижать реальную зимостойкость виноградной лозы. Конечно, только вам решать, какие сорта винограда выбирать и как за ним ухаживать. С одной стороны, напоминаю, что Беларусь – это не самый благоприятный регион для выращивания винограда. И вообще многие думают, что в Беларуси может нормально расти только картошка. На самом деле не только картошка, виноград у нас тоже может расти. Очень красивый, очень эффектный, очень вкусный. Да, определенные усилия надо к этому приложить, но они не настолько большие, как многим кажется. Если вы вычеркните из критериев своего выбора вот эти самые неукрованные сорта, то выбор сортов для вас очень сильно расширится. Конечно, без труда вырастить что-то будет достаточно сложно. Вместе с тем виноград культура невероятно благодарны. И вложив в нее немножечко, можно получить очень-очень много всего. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Ну и контакты. И до новых встреч!